Знаменское утопает в мусоре. Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами пробуксовывает на Омском Севере. К проблемам газа и плохой питьевой воды теперь добавилось угрожающих размеров свалка. Поднос местным жителям выбрасывают отходы и старый, и больших уков. Чиновники заявляют, это временный полигон, вот только время слишком дорого. Неприятно пахнуть будет здесь как минимум до 2026 года. Фадину и Буркова бы сюда, говорят местные жители, пусть бы нюхнули. Жаль, что наш репортаж не может передать весь этот аромат. Везде мусор, везде все валяется, кошки таскают, собаки таскают, ветер фантики носит по всей деревне. Ты подъезжаешь к свалке, все засыпано, пакеты летают по лесу, летают фантики на деревьях, фантики, но это же ненормально. Знаменская словно зона отчуждения, говорят собравшиеся. Глава района сдал земельный участок под аренду компании «Экология Сибири» на два года. Теперь эта свалка официально легализована. Я плачу с каждым месяцем все больше. Если предлагают вот так разделять, да это мне на одни мешки денег не хватит. У меня на лето приезжают дети, стирают белые там футболки, черные пятна, черные пятны. Банки взрываются, сами все знают, наши жители, от того, что вода у нас. Не искупаться детям, внукам им ничего, ни мостика нет ничего, но мусор, мы на первом месте. Давайте нам мусор. Да-то что за такое? Почему с нами-то никто не советуется? Мы кто здесь? Мы здесь живем, мы люди, ни один глава там, ни кто-то. Сидельниково-Саргатская колоссовка и теперь вот Знаменская. Омский Север превращается в одну большую помойку. Преследуем машину КАМАЗ с наклейками магнит. Двигается и Старый в сторону Знаменки. Мы подозреваем, что эта машина тоже идет на ту несанкционированную свалку. Ну что ж, встретим ее там и убедимся в своей правоте. На всех парах машина магнита под покровом ночи мчится сюда и сбрасывает мусор из соседних районов, как попало. Ни учета, ни ограждения, ни охраны. Ночные сбросы отходов не случайно, уверяют знаменцы. Куча мусора, отходы разной степени опасности. Откуда этот мусор? С деревни. С какой? С этих Екатериновки и с этой Междуречь. То есть правый берег Критыша Татарского района, да? Как часто машины сюда вывозят мусор? Ну, полную будет, тогда вывозим. То есть каждый день получается? Да, да, да. Несколько КАМАЗов, несколько ГАЗиков? Да. А как давно начали сюда возить? С первого января. С первого января? Да. Это компания Магнит? Магнит. Которая рекоператор, правильно? В Омске, который головной офис. Да, да, да. Вы у них работаете? На них она работает? Да. Вы там оформлены, да? А вы здесь как кто? Сопровождающий, разнорабочий, водитель? Кто вы здесь? Нет, разнорабочий. Разнорабочий. А сами проживаете где? Вот этот и два КАМАЗа, и газик. Раз в день вы сюда приезжаете или больше? Ну, больше. Больше? Пока этот не набьем, и все, раза два, три. В день? В день. Вот эта машина два или три раза в день приезжает сюда? Да. Каждый день с 1 января? Да, каждый день. Эта свалка функционирует более 40 лет. Но одно дело, когда она чисто знаменская, и совсем другое, когда межрайонная. Объемы мусора резко возросли. Рядом с ней сливают жидкие бытовые отходы. Это место давно стало зловонным. Куда на меня снимать? Мы не вас, мы машину снимаем. Машину снимаем. Уберите к нам. А что случилось? Что это? А вы же на работе? Что? Ну, работайте. Мы не вас снимаем. Ну, что вы делаете? Что вы делаете? Сами уберите. Мы на работе, вы на работе. Вы не губить, пожалуйста. Сливайте. Я не гублю. В паре километров деревня Щербакова. Местные жители, как и знаменцы, с ужасом ждут весны. Вместо чистого воздуха – запах канализации. Да плохо все это. И сами, что болеем. И детки, вот как бы внуки. У меня вот семь внуков. Я вот тоже хочу, чтобы у меня внуки приехали и чистым воздухом дышали. Хорошую воду пили, купались в это. А что они, что им можно дать? Потому что, ну что, одна грязь кругом, одна грязь. Мы из-за этого и болеем, и все на свете. Так что ничего хорошего. С 1 декабря прошлого года увеличился тариф на вывоз мусора. Жители села стали платить больше. Знаменская свалка внесена в реестр объектов размещения ТКО. Власть обещает ее в скором времени рекультивировать. Вот только этому никто из людей не верит. А в марте или в мае нам обещали, что поставят столбы, поставят шлагбаум, поставят вагончик, в котором будет сидеть человек, который будет наблюдать, сколько привезли. Вот он нам говорит, что замеряет им столько тонн привезти. Но он никто же не замеряет, сколько они тонн привезли. И кто сказал, что когда им скажут вывозить мусор, они приедут и вывезут. Скажут, нет, это не наш мусор. А это все бежит в воду. А у всех дети. Вы же понимаете, что весной утонет знаменка просто в начистотах. Конечно. Мы и не сомневаемся. Мы уже с таким ужасом ждем, когда придет весна, и откроем кран, и что оттуда побежит. По мнению многих, мусорная реформа в Омской области – полный провал губернатора Буркова. За время его правления в регионе так и не появился ни один мусороперерабатывающий комплекс. Тем временем, рекоператор «Магнит» получает грамоты от областного правительства за организацию высокой социальной эффективности и за эковолонтерское движение на территории области. Весьма сомнительные титулы, учитывая, как муниципальные районы Омской области заваливают отходами. Откуда мусор привезли? Тарский район. Из Тары или из Тарского района? Нет, нет, Тара. Тара, сама город Тара. Сколько раз в день машина ходит сюда? Один раз. Один раз, но каждый день? Каждый день. Давно так? С 1-го числа. С 1-го января? Да. Молодний подарок такой. А только Старый или из Больших Уков тоже? Не знаю, брать не буду. Вы только из Тары ездите? Да. А это от магнита? От магнита. Точно? Точно. Магнит, да, это вот мусорная реформа так? Ну, наверное. Работает. Наверное. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов. Обком ТВ.